С момента своего создания в 1952 году вне ведомственная охрана всегда параллельно решала несколько важных задач. Основные – защита государственного и личного имущества, борьба с преступностью и охрана общественного порядка. Многозадачность предъявляет особые требования к уровню подготовки сотрудников. В любой момент они могут лицом к лицу встретиться с самым опасным, вооруженным и на все готовым преступником. За период 65 лет подразделение прошло огромный, можно сказать, боевой путь. Потому что ведомство силовое. Были знаковые моменты, подразделение всегда участвовало во всех проводимых мероприятиях силовых подразделений. На сегодняшний момент общество предъявляет достаточно высокую требовательность к обеспечению охраны имущества. Если взять прошлый период, когда было в 1952 году и сейчас, в 2017, требования возросли в десятки, а может быть и в сотни раз. И не так важно, находятся подразделения АО в составе Министерства внутренних дел или в Росгвардии, они были и остаются одними из наиболее профессиональных и подготовленных силовых структур. Перед тем, как заступить в наряд, патрульные экипажи проходят подробный инструктаж и повторяют, кажется, уже до автоматизма доведенные приемы рукопашного боя. Мы должны помогать людям, непосредственно охрана людей, безопасность людей. Для нас это первонаперво. Вот так вот едем, да, и кто-нибудь всегда обратится за помощью. Мы должны быть ко всему готовы, физически подтянуты. Так что работа сложная, опасная, но она интересная. Одинцовский отдел остается лучшим из 32 аналогичных подразделений области на протяжении как минимум последних 10 лет. Такого результата невозможно добиться без хорошей преемственности поколений. Хочется выразить слова благодарности нашим ветеранам. Ведь благодаря им наша служба состоялась в том виде, в котором есть. На мой взгляд, и мне кажется, это мнение большинства населения района, что подразделение Министерской охраны зарекомендовало себя с положительной точки зрения, негативные моменты по отношению к нашему подразделению практически отсутствуют. Мы наработали с годами этот имидж. И вот этот имидж благодаря нашим ветеранам. 08 на связи. 08 принимает здесь перевозную кнопку. Левона Василова, 17. Топтика. Группа задержания не только реагирует на срабатывание технических средств охраны, сигнализирующих о возникновении нештатных ситуаций на защищаемых объектах. Экипажи АВО вместе с патрульно-постовой службой прикрывают наиболее проблемные территории, участвуя в профилактике уличной преступности. И все-таки основное для них – обеспечить неприкосновенность охраняемого имущества. Конечно же, в этот день я хочу поздравить весь личный состав, находящийся на службе и находящихся вне службы. Здоровья им, удачи. Сегодня, как и всегда, на протяжении последних 65 лет, эгида вне ведомственной охраны остается единственным гарантированным способом защиты имущества от преступных посягательств. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».